hello hello привет друзья с вами елена викторовна у меня есть немного времени после одного из моих уроков и вот какая проблема у моей ученицы она неплохо знает английский у нее есть хорошая база словарный запас но она не может начать говорить по-английски то есть такая проблема начинается ступор все слова забываются вылетают что делать я постараюсь вам дать несколько полезных рекомендаций как развязать свой язык и начать таки говорить на английском языке первое что вам нужно делать конечно же вам нужно начать говорить на английском это может быть кажется довольно таки смешно елена викторовна как же так чтобы начать говорить на английском надо начать говорить на английском что вы такое говорите но проблема в том что люди стесняются они начинают вроде бы как фразу на английском потом у них появляется куча слов из родной речи ой а как будет то как будет это ой я тут забыла а давайте еще раз я попробую сказать и так далее то есть люди не позволяют себе говорить у них нет привычки говорить на иностранном языке довольно таки нормальное явление вы всю жизнь говорили на родном языке и тут вдруг бац вам нужно заставлять свой речевой аппарат говорить на чужом языке вам нужно заставлять свой мозг строить предложение совсем по другим грамматическим структурам это действительно сложно и этот барьер есть его надо преодолеть что я советую делать в этом случае первое вам нужно заставить свой рот произносить английские фразы конечно сложно так вот сразу начать импровизировать на английском поэтому очень здорово работает чтение вслух на английском языке берите и читайте любые тексты на английском языке читайте коротенькие тексты читайте книги читайте статьи журналов читайте вывески в магазинах читайте субтитры фильмов которые вы смотрите на английском вот прям делайте паузу останавливайте видео и читайте фразу которую только что сказал герой по английски для этого конечно же фильм нужно смотреть на английском языке с английскими субтитрами следующее что я могу вам посоветовать, как развязать свой язык и начать говорить на английском, вам нужно начать пересказывать тексты на английском языке. То есть берёте, читайте, например, небольшой рассказ или, скажем, несколько абзацев какого-то большего текста, большого текста, а потом останавливайтесь, чуть-чуть думайте и пересказывайте, что вы только что прочитали на английском языке. Это тоже отличный способ, он работает. Когда вы начинаете пересказывать, конечно, вам вначале сложно, но потом постепенно вы тренируетесь, все легче и легче. Вы можете подглядывать в текст, но старайтесь, конечно же, выражать мысль своими словами. Не пытайтесь строить сложные и длинные фразы. Вообще-то разговорный английский язык, он этого не любит. Старайтесь делать фразы максимально простыми. Тренируйтесь, пытайтесь пересказать то, что вы только что прочитали или услышали. Отлично работает. Следующий совет, который я вам дам, как начать говорить на английском языке. Вам нужно учить английские тексты. Я понимаю, что это нудно, что это скучно, но, друзья мои, это работает. Как говорится, это еще никто не отменял. Если вы хотите говорить на английском, у вас должны быть речевые шаблоны. То есть ваш рот должен привыкнуть это говорить, ваш мозг должен привыкнуть так думать. Поэтому нужно учить много-много-много. Что можно учить? Учите небольшие по объему тексты. Например, по 15, 20, 25 предложений. Учите диалоги на английском языке. Вы можете говорить диалог вместе с напарником на английском языке. Вы можете сами по ролям озвучить этот диалог, как актер, который играет разных персонажей. Что еще можно учить? Можно учить тексты песен. Можно учить описание чего-либо на английском. Заучивайте, как есть это описание, а потом пытайтесь его полностью, слово в слово, пересказать. Но все-таки я вам советую брать примеры более-менее живого английского. Поэтому все-таки диалоги и несложные тексты на бытовую тему для начала – это наиболее прекрасный вариант. Важный совет номер два, который я вам могу дать, чтобы вы научились говорить на английском. Дорогие мои друзья, слушайте английскую речь. Это тоже прозвучит банально, но многие люди этого почему-то не делают. Например, я задала своей ученице задание послушать какую-нибудь передачу на английском или посмотреть серию какого-нибудь сериала на английском языке. Знаете, как она его поняла? Она посмотрела серию на русском и включила английские субтитры. Как вы думаете, она помогла своему английскому языку тем, что посмотрела сериал на русском и, может быть, где-то что-то прочитала на английском? Конечно же, это будет минимальный эффект. Поэтому не пытайтесь обмануть себя, не пытайтесь обмануть учителя, дорогие друзья. Если вы хотите прокачать свой английский, то давайте мозгу английскую информацию. Что подходит? Подходят фильмы на английском языке, сериалы на английском языке, различные развлекательные передачи, ток-шоу на английском языке. Все, что угодно. Любите, например, смотреть X-Factor, The X-Factor, значит, ищите выпуски X-Factor на английском языке, американского X-Factor, качайте, смотрите. Любите смотреть фильмы? Начните с самого популярного и с того, что вам нравится. Например, я не знаю, вот вы любите фильм «Титаник» с Ди Каприо и Уинслет? Включите фильм «Титаник», посмотрите его полностью от корки до корки на английском языке. Например, те же английские диалоги вы можете совместить прослушивание аудио и работу с текстом. Например, вы учите диалог, есть аудиозапись этого диалога, послушайте несколько раз, как диктор озвучивает эту запись, пытайтесь повторять за ним, а потом выучите этот диалог полностью. Поверьте, если вы так поработаете хотя бы пару недель, это вам даст отличный толчок к развитию вашего разговорного английского языка. И, конечно же, совет номер три, большой и глобальный. Не стесняйтесь говорить с другими людьми на английском языке. Я уверена, у вас есть хотя бы один знакомый, который знает английский язык на неплохом уровне и сможет поддержать с вами беседу. Уберите свое стеснение, запихните его куда-то подальше, в чулан, чтобы его не было. Стеснение не должно вам мешать на пути к достижению вашей мечты, а ваша мечта научиться говорить на английском. Поэтому говорите, попросите кого-то помочь вам, смотрите фильмы на английском, учите много-много английского материала, фразы, предложения, тексты. Желательно, конечно, чтобы эта информация была в контексте, то есть какие-то связанные диалоги или тексты, это будет неплохо. Или даже вы можете взять сценарий фильма и сцена, которая вам понравилась, возьмите и полностью выучите эту сцену слово в слово, как ее говорят актеры. Это тоже будет здорово. Я думаю, эти три рекомендации будут вам крайне полезны. Дорогие друзья, если у вас есть интересные способы, что вам помогло говорить по-английски, пожалуйста, пишите их в комментариях. Я думаю, что эта информация будет интересна не только мне, но и нашим зрителям, которые придут посмотреть этот материал. Не забывайте подписываться на мой канал, канал OK English. Ставьте лайк, жмите кнопочку «Мне нравится» под видео. Я буду знать, что материал вам интересен. Урок провела Елена Викторовна. Ждите следующих выпусков. Goodbye.